Здравствуйте, с вами Балд Брю и Арн Бюрлзе, и сегодня мы поговорим о лучших анкомонах, анкомонах и складаж для Лимитед. Будем мы говорить об этой теме через призму драфт пиков, то есть я в основном буду вам показывать пики, которые смело можно брать с первого по пятый в каждом паке. Иногда, конечно, будут исключения в зависимости от предпочтений и того, какой дек вы драфтите. Тем не менее, начнем. Брэйзен Скорч. 3-3 за 3 с ускорением. Вполне неплохо, конечно, он гораздо хуже, чем Рамганг из Шеду Мура, из Уидвера, который очень сильно помогал в битве против больших существ противника. Тем не менее, довольно-таки неплохой пик. Модуль. Его можно закомпить, особенно если надрафтить или вскрыть три таких копии, поскольку в сайте очень много существ, которые на входе дают три каунтера энергии. Ну и просто очень неплохая карта, которая благодаря второй билке может помогать перезаряжать тех же белосиних молдрифтеров и так далее. И просто помогать получать дополнительно какие-то плюшки от существ, которые делают что-то на входе. Чиф, переезденный из Ориджинс, так же как и в Ориджинс, будет очень неплохим подспорьем, потому что несмотря на отсутствие как таковых 1-1 токенов топторов, сети кучи 1-1 артефактных токенов и много карт, которые их производят, включая карты с обилкой Fabricade. Баржи вполне себе, онкамон стоит всего на все 4, снарядит всего на все за 3, что вполне себе, в отличие от крю на 5, как у стомпера. Но стомпер просто убивает за 2 хода, баржи позволяет продроваться. И кстати есть куча сплов, которые помогают его блинкать или возвращать руку и так далее. Стомпер. Для Накамона вполне неплохо. Да, он стоит 6, да, и нужно много пауэра из участок, чтобы его снарядить. Но тем не менее, благодаря способности, которые по сути работают как и в Ориджинс, его очень сложно блокировать, и он реально убивать за 2 хода. То есть, очень неплохой финишер. И как мне кажется, в этом сете существа без полета будут очень часто смотреть друг на друга, и будут малые выстояния, и игра до первого римовала или трика. Скайвейл, ну да, он блокирует только летунов, но тем не менее, это летун с 4 пауэром за 4 маны, хоть и с двойным синим костом, но просит только один цвет. Парахеликс, по сути, это фаер, то есть половинка сплит-карты из инвейжена. Актуально, потому что в сете, опять же, много этих 1-1 сервотокенов, то есть будет помогать расчищать путь остальным атакерам, то есть предотвращать обилие чем блоков и так далее. Nature's Way, несмотря на то, что это Sorcery, не стоит 2, это не просто файтинг, это... Ваше существо просто наносит damage по пауэру по существу оппонента, и получает trample vigilance, то есть оно сможет блокировать в следующем ходу за счет trample, его очень неприятно блокировать, особенно если это какое-то большое существо, плюс вы только что убили наверняка чуть ли не самое крупное существо противника, которым он был бы не против блокировать ваше, которое вы поцелили этим сплоном, по мне, может быть, даже перейдется в констрактит. Еще одни пики, которые навряд ли будут самым первым пиком, но где-то вот в первых пяти точно. Judge просто интересный за счет фабрикейта и кучи других карт из пылов и существ, которые раскидывают каунтеры, в том числе вот рядом этот зеленый enchantment, который, когда сильно пофлудит и не захочет раскидывать по одному каунтеру, можно просто прайсить и раскидать каунтеры на всех. Вот. Judge тоже очень интересный, потому что если мы собираем какое-нибудь ГВ, то там будет очень мало добора, то есть сложно будет продроваться и играть в карт-адвантач, а Judge позволяет это делать. Вот одна из них. Многих карт вообще в зеленом и, наверное, вот в ГВ сочетаниях, которые позволяют добрать карт и способов положить каунтеры на существ, их довольно много в сете. Эвермилдаун, наверное, один из самых лучших синих enchantment в сете. Это, по сути, синий ремовал, который в дополнение еще дает контрэнергии. По сути, это выключает одно из существ противника, причем эта штука может целить как просто существо, так и веикал, то есть, по сути, просто артефакт, не оживленный веикал, что очень релевантно. Бруйзер. Просто очень хороший второй дроп. В правильной деке, особенно если это БР, то это практически 3-1 антблока был за 2, поскольку в красном очень много триков сносить блокеров и очень много всяких разных триков. Вот. Да, он входит там, то есть, что достаточно противно, то есть, он не может блокировать, но просто вокруг него билдятся очень агрессивные БР-колоды, и эта колода не будет очень часто блокироваться, она в основном будет просто пытаться пронести как можно быстрее повреждения. Вандереры, да, кто-то может сказать, что на четвертый ход рампится поздновато, но в то же время вполне терпимый power toughness для кричи, который позволяет не просто рампиться, а фиксить цвета, то есть, это любой базик, не только форест. Вот. И вообще, колорфиксов в сете не так уж прямо много. Оттуда мы получаем камон, который вполне может трейдиться с каким-то существом оппонента и проносить ощутимое количество повреждений, если его не публикируют. Ангелочек очень интересный. Во-первых, это просто 4-4 полет за 6, что на самом деле не так уж плохо. Во-вторых, очень много Enter the Battlefield обилок у существ, то есть, какие-то триггеры на входе, тот же Fabricade и куча вообще всякого разного другого, как, допустим, вот этот Джаж, который дробуется за каждое существование с плюс-1 каунтером на своей стороне. Вот. То есть, будет очень много всякого перезаряжать, очень полезный на самом деле. Вот. Shred Negotiation интересен тем, что в идеале, что может случиться достаточно часто, мы просто отдаем 1-1 на сервер артефактного токена оппоненту и забираем у него какую-нибудь vehicle, то есть, какую-нибудь машинку большую или просто какой-то большой ощутимый артефакт и так далее. Вот. Причем не обязательно забирать артефакт, можно просто забрать какое-то существо. То есть, мы отдаем именно артефакт, то есть, мы можем отдать какой-нибудь не сильно релевантный пазл нот или там, допустим, ту же призму, когда у нас уже есть все цвета на столе. Вот. И забрать какое-то существо. То есть, это в таком случае даже лучше, чем Mind Control, потому что мы отдали нерелевантный артефакт, получили хорошее существо или очень крутой артефакт. И если в случае с Mind Control снесут Mind Control, то там забирают существо обратно, а здесь нет. Саботаж, ну, не совсем Construct карта, но в Limit Control точно будет зажигать. Да, нужно прожертвовать артефакт, но тех же токенов 1-1 можно сакрфайсить те же пазл ноты, то есть, всякую мелочь. Вот. И Instant Tomb сносить на 3 по всем, это очень даже неплохо. Респондер, это, конечно, не Nighthawk, не Vampire, Nighthawk. То есть, вместо Death Touch мы получаем Vigilance, что тоже, на самом деле, неплохо. То есть, вот эти 6, это практически явные перепики, если у нас хреновый РРА. Вот. И вообще, все эти слайды Регизонт таким образом, что мы будем брать, если у нас попалось в паке фигуры РРА или Мефик. Вот. И вообще, какими онкомонами-комонами стоит играть в Селиде. Вот. То есть, несмотря на то, что это не Nighthawk, но Респондер очень крутой. И кто-то даже может сказать, что он может перелезть в стандарт. То есть, я не буду очень сильно удивлен, хотя и не сильно на это ориентируюсь. Мародер, конечно, ситуитимен. Под него надо строить колоду, но если его брать там в первых пиках, в первом паке, то вполне можно под него сделать колоду. Тут не только в фабрике. То есть, много различных способов разбросать каунтер, а потом их переложить на мародером. И даже если перекинуть всего на всего пару каунтеров на него, то это 4-4 полет лайфлинг. То есть, это очень неплохо. Фамиляр будет, считай, в любой колоде. Единственное, если колода очень гиперагрессивный и гипертемпл, то, может быть, он туда не влезет. Тем не менее, даже гиперагрессивные колоды очень хотят артефакты, чтобы получать различные бонусы. Фамиляр не просто какой-то рандомный артефакт, а тот, который помогает продротся, может блокировать и трейдиться иногда. То есть, вполне себе полезная лисичка, как ни посмотри. Вот. Харнес-лайтнинг будет в стандарте. Это, понятное дело, в лимите тоже очень сильный. Даже будет сильнее в лимите, чем в стандарте. Потому что в лимите масса способов получить дополнительные каунтер-энергии. Стамбер не факт, что перелез в стандарт, но, тем не менее, очень сильный пик для лимитед. То есть, мы получаем 5-4 трэмпл. Это в одном цвете, двойной зеленый, но на пятых вот это уже не так страшно. Получаем 5 хитов и очень хорошая карта в какой-то зеленый mid-range в лимите. Поскольку не всегда будет собираться какой-то rg битдаун. Что на драфе, что все люди. Foundry Inspector, как минимум, это 3-2 за 3 любых. Вот. И в сети просто масса артефактов. Короче, машинки, халки, все прочие артефакты. То есть, масса всего. Вот. Очень полезный пик. Даже если в колоде, там, в селиде или в драфте будет совсем немного артефактов, он все равно вполне себе нормальный. Shield guard, помимо того, что просто дает энерджи каунтеров, их использование как минимум два раза будет очень неприятно для оппонента, поскольку можно будет давать два раза индистракта, это был какой-то жирный свои кричи. Ну и просто 3-4 за 4 это вполне себе. Вот. Warden это, по сути, очередной finhunter или Benshin Priest и все в таком роде. Единственное, он не как finhunter, несмотря на такой же power toughness, из-за пофикшенного вординга. То есть, нельзя будет там блинкать в респонс на триггере и так далее. И экзайлить кричу навсегда. Вот. Но очень, кстати, релевантно, что у него одинарный белый колост. То есть, его будет очень легко сплашить, допустим. И вполне себе неплохая причина для того, чтобы сплошить белый цвет в лимце 1 колоду. По мне так. Да, он, конечно, будет умирать от много всего, но в какой-то темп колоде это очень не помешает брать какого-нибудь жирного блокера. То есть, вот эти 8 достаточно явные первые пики, если первым пиком на драфте. И очень сильной причиной играть каким-то цветом все люди. Виртуоз, как минимум, это 2-3 плюс 1-1 токен с флэнгом. Скорее всего, им будут играть в элимте до колодок. В основном из-за энергии каунтеров. То есть, 3 сразу на входе. Браулер классный, как ни посмотри. Даже если в колоде не будет больше способов получать каунтер-энергии, это все равно 2 атаки с существом 4 на 3 трэмпу. Что очень дико. И он будет, конечно, творить непотребство в стандарте, но и в ленте тоже. Гири смеев. Строго лучше всяких грейпдиггеров и так далее. Вместо 2-2 получаем 3-3. Да, двухцветный. Да, он коммун. Нам можно возвращать артефакт. Что релевантно, кстати говоря. И важно, что те же веклы, ну в смысле машинки, они в криве не как существа. То есть, вернуть существо, эффекты на них не сработают. То есть, вот хорошо, что гири смеев возвращает артефакт. Допустим. Моторист очень крутой. Да, он, конечно, там 3-1. То есть, играет от любого чиха. Но этих чихов, кстати, в сайте не так много. Вот. И очень крутой второй дроп. РВ-машинки, кстати, среди, наверное, всех вот RX-сочетаний с машинками для limited, наверное, самый такой сочевый, самый явный. Там больше всего карт. Вот. В стандарте мне, правда, больше всего нравится UR-сочетание с машинками, как архетип. Ну, в смысле, вид этого архетипа. Паскар Сина-2 очень круто. И то, что он, когда залезает в машинки, он их тоже раскачивает. Это очень релевантно. Это позволит многим машинкам не разменяться в блоке с оппонентскими ключами. Вояжер. Ну, даже просто как 2-3 флайнг трэмпл за 3, это неплохо. Хоть и двухцветный. И, конечно, запредельная вторая способность. То, что он дает кучу энерджи каунтеров. Не вот. Там по одному за каждый раз, когда он проносит дэмэдж. А столько, сколько он пронес. То есть, если он проходит, то он каждый раз дает 2 энерджи каунтера, что очень круто. И, кстати, УГ темп в сете вполне в лимтед собирается. То есть, будет не самое редкое сочетание цветов, как архетип. Engineered Might, но не первый пик, наверное, но где-то вот в первых пяти. Каждая белка на выбор хуже, чем хотелось бы за этот кост и за мультикалорную карту. Но вот гибкость, конечно, позволяет быть этой карте довольно-таки высоким пиком, мне кажется. Но это по-любому хуже, чем тот же Cloud Blazer, как мне кажется. Вот. В начале драфта, по крайней мере. Вот. Cloud Blazer можно блинкать кучами разными способами или возвращать на руку. Ну, просто сам по себе, сама по себе довольно-таки сильная карта. Неприятно, конечно, что нельзя, как с молдрифтером, просто на третий ход проесть и подровать две, чтобы додроваться до четвертой земли или что-то такого. То есть, это, конечно, минус. Если, допустим, в лорвине с парой молдрифтеров в колоде можно было бы играть на одну землю меньше, чем, возможно, стоило бы, то с Cloud Blazer точно нельзя так делать. То есть, если подпихать таких пятых дропов, то, возможно, скорее всего, надо будет играть 18 земель в лимте. Значит, Disintegration будет везде в лимте, в стандарте, к счастью, это Uncommon. Вот. То есть, не везде будет вылазить. И, да, 3-деки в лицо, там нужен артефакт под своим контролем в этот момент. Тем не менее, очень крутая карта, и мы будем ее видеть много и в лимте, и в стандарте. Вот так, на мой взгляд, выглядит самая крутая дека в 2-головом гиганте. Вот. У нас есть и Uncommon Mass Removal. У нас есть точечный Removal, правда, в основном это Uncommon тоже. Но у нас есть куча очень крутых командов, которые в 2-головом просто творят дикости. Нам нужно будет много артефактов под тот же Sabotage, под Disintegration, под этот же Enchantment, который Drainet. Вот. И под команды, в том числе, Fireweaver. Который, правда, то есть, Fireweaver с каждого триггера наносит 2 в лицо, потому что два оппонента. Тоже самый Infiltrator, тот же самый Lookout, тот же самый Enchantment. То есть, куча вот этих эффектов, которые работают на уровне уголом. Вот. Enchantment, мало того, что может быть как Win Condition в колоде, это ещё и точечный Removal, если очень припрёт. Вот. А Infiltrator и Lookout, вот от Рога, у них важный момент, то что их можно тапать под Crew, то есть, оживлять машинки. Причём машинками не обязательно атаковать, если машинка, скорее всего, разломается в комбате. Вот. И так можно просто по два в ход наносить, как бы не ходя в атаку и не подвергая своих существ риску. Больше Комманов и Комманов, которые я считаю, как теми, которые надо брать вот в первых пяти пиках, тут есть пара повторов, но это не страшно. Земелька, мне кажется, будет достаточно высоким пиком, потому что мало того, что она фиксит цвета, она ещё дополнительный источник Energy Counter, когда ещё надо. Чёрный и красный пазл ноты мои любимые, наверное, красный, потому что позволяет сносить этих 1-1 атакенов, которые будут мешаться, чтобы приносить дамаг в лицо. Чёрный просто циклицы. Глимеров, Genius. Хоть и 104 мана, но это инстанты. Он делает всё, что вообще хочется от синего инстанта, контри пищевый и так далее в этом сете. Искрай, и дрова две карты, и даёт энергию, то есть всё на свете. Не зря это инкоммон. Геральт, ну просто хороший третий дроп, то есть ничего такого выдающегося, просто хороший третий дроп, вот и всё в плане Коммана. Тайминг, конечно, будет выше, потому что ремовал, дешёвый ремовал. В белом вообще очень много дешёвого 2-манового и 3-манового ремовала, то есть очень сильный, очень насыщенный глубокий цвет, как говорится. Очень много крутых Комманов & Комманов, которые, кстати, ну должны, по идее, здесь быть и есть. То есть, по-моему, в дополнение к тем, который я указал на этих слайдах, есть ещё несколько интересных неплохих пиков. Тайминг от Reprint. В первый раз он был неплохой, в этот раз тоже вполне себе. Плюс, если там планировали через ход снаряжать какой-то vehicle, то мы быстро уничтожаем какую-то 3-3-тушку, чтобы потом это нас не чучую. Вот. Прокачка, хоть и Сосери, но даёт Трэмпл. То есть, есть какой-то баланс. Вот. И карта, конечно, будет дикой в Линте, и, как мне кажется, в РГ битдаун в стандарте даже. В общем, этот Трэмпл будет очень противным. Хорошо, что он Сосери, так было вообще жесть. Вот. Ну да. То есть, поскольку даёт Трэмпл, поэтому он и стоит 2 маны. По сути. Каб. Но, несмотря на то, что раскачивать его часто навряд ли придётся. Вот. Но тот факт, что это такой гризли-мешка, который каждый раз, когда коннектицы дают 2 каунтер-энергии, это просто запределье. Маленькая есть вероятность, что он переползёт в тот же РГ битдауна в стандарте. Скорее всего, в сэмпл-листы, которые будут вас ждать после этого видео на моём YouTube-канале. Я его положу. Наверное, не 4 копии. Хотя, не факт. То есть, как минимум, он 2-3, мне кажется, туда влезет. Просто потому, что он ещё помогает другому вот этому анкману, РГ второму дропу, то следует... Неоль-мит-то очень силён. Просто классный источник энерджи-каунтер в зелёном. dependent counter колбастер даёт энерджи-каунтер на входе уже неплохо. И делать... запрещать существам оппонента блокировать это очень круто. Это всё, поскольку красный такой реально очень стильный цвет сważеньau тауна очень сильно сфокусирован на артефактах и на веклах на машинках то есть очень хорошо помогает всем этим артефактным существом приносить дамаг про черный пазол вот я говорил а министер не сильно силен как ни странно это звучит мелко как архетипов на вряд ли собирается я больше смотрю на это как первый дрип который снаряжает машинки и который дает 2 energy counter на входе а мил это уже так бонус небольшой брич патруль по сути это репринт уже был такой это мог с тем же кастом и белкой в старом министраде вот и тогда это было очень круто существо и сейчас тоже поскольку хватает методов чтобы наплодить токенов мелких в количестве поэтому быть очень сильно как короче мне просто очень нравится возможно я переоцениваю но я смотрю это как канкома новый зеленый римуал за одну чаще всего конечно ситуативной тем не менее очень сильный трик как мне кажется призма очень рад видеть эту карту в этом сайте для лимитед возможно даже для констрактит поскольку красный питан на машинках возможно будет ур с небольшим черным сплашем как мы не окажется за риму валы и там некоторые других к джиннис 32 за 3 уже нормально и каждый раз когда с факт на существо входит в том числе вот эти артифакт на такие над существ фабрике там можно получится очень сильные пик как мне кажется револок это по сути пацифизм за три маны который также предотвращается использование этих существ существ как экипаж для для машинок то есть обычно с такими картами эти так скажем арестованные существа могут использоваться как-то еще ну допустим октября на белки а тут все эти когда кучи машинок конечно очень продуманная карты с дизайнерской точки зрения но еще один слайд только одно повторение я думаю лимитед по предыдущим сетам научил нас тому что карту вот как этот первая черная карта rush of vitality очень сильные и по сути за 2 маны инстантом каманом спасаем свое существо разбираем скорее всего существо оппонента которые блокируем или которая блокирует наше существо получаем еще кучу жизни то есть ситуативно конечно подвержены ремоуаутом прочим респонсом и так далее но для камана за 2 в черном очень-очень мило оклейм хороший пик поскольку уходят и всего-навсего 2 1 за 2 но на входе давать три к counter энергии в зеленом это очень неплохо учитывая что больше всего этого в красном гремли на просто запредельные какие-то не знаю почему то есть небольшое ощущение что даже перелезут в этот рг битдаун стандарте потому что даже если один артефакт входит в этот ход это уже 4 3 трампа ла если 2 артефакта то это 6 3 трампа ла это ну не знает как-то перебор ситуативно конечно но артефактов на самом деле многое срабатывает от этих серва таки на опять же из фабрике это сервант ну как минимум это мишка который еще дает energy counter который зачастую еще перекрашивает energy counter в любом она то есть ну очень хороший пик конечно не один из первых хотя иногда может быть и первым если хочется собирать там трех-четырех цветку просто на вэлу и с ремовалами из просто обходить оппоненту за счет card quality и card advantage sky skiv ну смотрите так во первых стоит всего на все 2 позволяет старгерить куча все всякого разного достаточно такие на повернуть чтобы оживить эту скифа 2-3 полет то есть не все летуны допустим разменяются с этой штукой шот очень классный то есть много раз мы видели ремовал в белом за 2 который убивал существу с паром 4 или больше тут мы можем снести существу с третьим паром еще по скрайце и все ради одной дополнительной маны за каст что вполне себе топтер но что могу сказать асфак на существо драгерит много всего за 4 flying trample 32 это очень сильно по моему просто дико сильно вот конечно это не позовет музыка но для нка мана это очень сильно то есть этот факт что это идет в любую колоду это ему непостижима то есть я возможно немножко переоценивается картином сомневаюсь со full strike но что могу сказать два к одному инстантом за 2 в черном конечно не всегда может быть до 1 размер но зачастую мне как кажется ну вот будьте готовы к этой карте в общем один из главных наверно триков поскольку это не не прямой ремовал а это как combat trick скорее building sparks ну как минимум три по кричи инстантом за 3 в красном и это камон то есть камон пикал камон и чай довольно таки часто будет 4 по кричи ну иногда там 5 больше нового редко конечно но тем не менее гравандры я уже говорил спасибо за внимание не забудьте подписаться на канал про чекайте все social media facebook контакты царин инста и все прочее иногда стримлю на twitch и в маги файри и хорстон чем до следующего круиза всем пока все спасибо до свидания